Обручи, булавлы, мечи и множество страз, а еще стремление к победе. 450 спортсменок приняли участие в ежегодном турнире по художественной гимнастике в Пушкинском. Ивантийские соревнования, посвященные победе над фашизмом, на два дня объединили девочек из разных муниципалитетов, в частности Щелково, Лыткарина, Королева, Звездного и других городов ближайшего Подмосковья. У нас ежегодный турнир «Весна победы». Мы проводим его каждый год в мае. И это, получается, завершающий турнир года наш. Подводим итоги года. В этом году самой маленькой участнице 4 года, а в старшую группу вошли девочки 2007 года рождения. Но, несмотря на возраст, каждая старается показать лучший результат и с улыбкой выходит на ковер. Тренер спортивного клуба «Комета» Ирина Бутакова призналась – подготовка к турниру всегда очень сложная. Мы в течение года выступаем с одной программой. У девочек по 4-3 упражнения в зависимости от возраста. Так как соревнования приурочены к победе советского народа над фашистскими захватчиками, организаторы турнира проводят для участниц открытые уроки с привлечением участников боевых действий. В этом году перед гимнастками выступили члены Российского союза ветеранов Афганистана – Александр Рыбалов и Александр Артамонов. Девочки увлеченно слушали рассказы о боевом прошлом гостей и не стеснялись задавать вопросы. Сколько мы встречались за все это время, молодые гимнасты задали больше всех вопросов, чем ребята в техникуме, в школе и в других организациях. Это очень отрадно. Растет смена, здоровая смена и смена победителей. Гости пожелали всем девочкам спортивных успехов и побед. Турнир завершили выступлением сборной группы спортсменок со всего Подмосковья и торжественным выносом флага Российской Федерации. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова